Когда ты вернулся? Ты меня напугала, стучаться надо. Когда ты вернулся домой? Я вернулся сегодня днём. И когда собирался позвонить? Крис, это была тяжёлая поездка, я очень устал. Или ответить на 47 смс-ок. Ты знаешь, что я послала тебе 47 смс-ок? Знаю, и я думаю, что это для тебя совершенно нормально. Издеваешься надо мной? Я привёз тебе подарок. А почему у тебя статус свободен в Фейсбуке? Что? Почему у тебя написано в статусе «Свободен» на странице в Фейсбуке? Я же был свободен, когда завёл страничку. И ты с тех пор не поменял статус? Я... Что? Я не знаю как. Я что, по-твоему, дура? Нет, успокойся. Хочешь, чтобы я поверила, что финансовый директор Фейсбука не знает, как поменять статус на странице Фейсбука? Ну да, мне стыдно в этом признаваться, так что можешь считать это знаком доверия. Да пошёл ты! Пожалуйста, открой подарок. Телефон у тебя работает. Крис. Это Марк. Сейчас начнётся. Открой подарок. Это шёлковый шарф. Ты когда-нибудь видел, чтобы я носила шарф? Теперь будешь носить. Да. Ты заморозил наш счёт? Верно. Ты заморозил счёт? Чтобы привлечь твоё внимание. Ты понимаешь, что поставил под угрозу всю компанию? Твои действия могут уничтожить всё, ради чего я работаю. Мы работаем. Без денег сайт не может функционировать. Знаешь, в чём разница между Фейсбуком и всеми остальными? Мы ни разу не падали. Если серверы упадут хотя бы на сутки, наша репутация будет полностью уничтожена. Слушай, я знал. Фрэнсер доказал это. Даже если несколько человек уйдут, это скажется на всей базе. Ведь все они связаны между собой. Это главное. Дети из колледжей в сети. Пока их друзья в сети. Одна доминошка. С летом все падают. Ты это понимаешь? Я не собираюсь возвращаться обратно в Карибскую ночь. Какого хрена? Что ты вытворяешь? Тебе нравится быть никем? Нравится быть пешкой? Хочешь назад в прошлое? Нет, подожди, подожди. Так поступают дети, а не бизнесмены. И уж точно так не поступают друзья. Ты знаешь, как я себя чувствую? Как-то пытался обналичить этот чек. Я не хочу назад в прошлое. Может быть, ты расстроился? Да. Может, разозлился? Точно. Но я хочу, чтобы прошлое осталось в прошлом, Барда. Потому что у меня хорошие новости. Я прошу прощения. Я правда разозлился. И, может быть, вел себя как ребенок. Но я должен был привлечь свое внимание. Барда, у меня хорошие новости. Какие? Питер Тиль инвестирует в нас полмиллиона долларов. Что? Полмиллиона долларов. И он ждет нас у себя в офисе. Они хотят реинкорпорировать компанию. Им нужен ты. Твоя подпись на некоторых документах. Так что живо лети обратно в Сан-Франциско. Мне нужен мой финансовый директор. Немедленно вылетаю. Варда? Да. Мы сделаем это. Варда? А? Ты снова улетаешь? Да. И я больше знать тебя не хочу. Редактор субтитров А.